Эта перестройка, наверное, все еще в действии. Есть отказницы в немецком составе, и об этом, возможно, будет возможность у нас поговорить во время трансляции. Ну а сейчас самое главное, это, конечно, эмоции, с которыми с началом этой встречи должны справляться гомболисты. В белой форме команда Чехии, в черной Германии поприветствовали друг друга еще и еще раз, уже находясь на площадке. И поехали. Чешская первая атака. Ну и мы начнем, естественно, с представления составов. Маркета Ержапкова с мячом, 51 номер, главная чешская звезда. Вы видите, как у нее упакована левая колена. Маркета Ержапкова действительно мастер большого уровня, выступает не где-нибудь, а в норвежском «Вайперс Кристиан Санди». Ну а атака чешская пока заблудилась на правой. Бровки, бросок, ну который, вот что-то, уже не имел особого значения. Здесь 7 метров и желтая карточка для одной из защитниц. Я пока не могу сказать, да, по игре, как она будет строиться, но вообще команда Германии, то, что Артем сказал, действительно взяла курс на становление. Мне кажется, здесь даже более важный турнир с точки зрения становления Грюнера как тренера, потому что очень много, да, он действительно сделал для того, чтобы команда начала играть более скоростной. Может быть, даже гандбол. Я думаю, для него это такая большая проверка, это чемпионат мира, как для тренера. Ну я докручу тогда, потому что проверку-то, в общем-то, он прошел, потому что он сделал ту замечательную, венциносную, медальемкую сборную Голландии, которую затем покинул и взвалил на свои плечи новый вызов. Я думаю, что это проверка, но на совершенно уже другом уровне. Итак, немецкая атака после того, как Доминика Захова реализовала пенальти за чешскую команду. Ну и что, здесь тоже пенальти. Алина Гризельс, безусловный хедлайнер атак сборной Германии. Алина Гризельс, играющая на высоком, стабильно высоком уровне в Лиге чемпионов, заработала пенальти, а реализует его Юлия Майтхоф. Это, кстати, тоже левша, как и Захова, но играет она на позиции правой полусредней. Ну, момент, видите, начала чемпионата мира. Момент напряжения начала чемпионата мира не выдержал, видите, и трансляционный сигнал. Мы остаемся вот с этими болельщиками сборных Германии и Чехии. Понятно, что по-прежнему действуют ограничения серьезные, в том числе и в том регионе Испании, где игры проходят. Напомню, что... Напомню, что именно в Лирии на следующий день, 3 декабря, будет играть сборная России. Будет играть свой первый матч против команды Камеруна. Камеруна. 2-1. Счет 2-1 в пользу чешской команды. Ну и давайте о составе уже более предметно чешской сборной. В линии играет Микаэла Голанова, номер 75-й. Задняя линия Маркета Ержапкова, номер 51-й. Под 14-м номером действует Камила Кордовска. Ну и правый полусредний, судя по всему, это Сара Коваржова под 48-м номером. На краях неожиданно нет главной, ну, наверное, продолжения лет, титулованной чешской гонбалистки. Сейчас, может быть, ее статус на фоне Ержапковой померк. Но Яна Кнедликова, все-таки победительница Лиги Чемпионов, опытнейший игрок. Но ее нет в составе. Играет на правом кранью Доминика Захова. Ну, а это Гурыхова. Гурыхова атаковала, и я ее спутал с Коваржевой. Все-таки, да, играет Коваржева. Фу. Гурыхова играет с первых минут. Ну и ответ немецкой команды после неудачной чешской атаки. Универсал сборной Германии. Вообще номинальный, линейный, но играющая на левом краю Антье Лауэнрод. Пока очень цепко играет сборная Германии в защите. Ну, собственно, вы могли это видеть на том турнире, который сыграла наша команда в Германии с этим коллективом. И, собственно, стараются очень быстрый переход играть. Насколько темп такой смогут выдержать эти бомбалистки, мы, конечно, увидим. Но пока в защите, конечно, сложновато чешской команде подойти и найти какие-то моменты для своих атак. Ну, мне кажется, главное, что в первые минуты должны делать и те, и другие, это справляться с эмоциями. И пока, честно говоря, непонятно, кто это делает лучше. Потому что накануне в матче открытия мы видели, как Испания с Аргентиной в первом тайме просто мучилась. Это была игра на равных. А во втором тайме Аргентина просто пропала с площадки и забила всего лишь три мяча. На самом деле, если говорить про волнение, то со стороны своей Сыгротской могу сказать, что чем агрессивнее действительно команда себя на старте проявляет в защите, есть такое, чем больше контактов сама создает, тем легче команде в игру войти. Ну и пока сборная Германии, собственно, счетом и своими действиями на площадке подтверждает. Такие слова. Еще один мяч забивает сборная Германии. Ну и чешская оппозиционная атака. Это понятно, что когда 32 команды принимают участие в чемпионате мира, огромное множество матчей играется одновременно. И вот представляете, какая палитра сейчас перед нашими глазами. В Лирии на наших с вами глазах Германия из Чехии играют. В Граноллерсе Корея и Республика Конго выясняют отношения. Ну понятно, да, раздватор сил Корея, безусловно, фаворит. В Торре-Вьехе Австрия против Китая выигрывает минимальным преимуществом, как и у нас сейчас команда Германии. Ну и, пожалуй, по статусу сопоставимый матч с нашим проходит в Костелло. Сюда де Костелло. Хорватия против Бразилии. Сами понимаете, матч команд очень серьезный. Хорватия, напомню, бронзовый призер последнего чемпионата Европы. Это Маркета Ержапкова. Вот, наконец, она проявляет те самые свои лидерские качества. И широко расправив плечи, отправляется уже обороняться. 3-3 в этом матче. О, выигрыш Ксении Смитц. 9 метров. Ну, я, во-первых, хотел сказать, по предыдущему моменту, у Ержапкова действительно такой очень плотный бросок, против которого сложно защищаться. Блок вообще сложно поставить. Здесь, конечно, заблаговременный выход, конечно, мог бы помочь сборной Германии. Ну, давайте смотреть на немецкий состав. Та самая Алина Гризельс, капитан команды под четвертым номером. Вообще интересно, что есть целый ряд гонболисток, которые старше ее и, казалось бы, статуснее в этой сборной. Но Алину Гризельс, как раз вот Хэн Грюнер под чемпионаты решил сделать капитаном, представительница дортмундской Боруссии. Немки выходят вновь вперед, и мы все никак не сконцентрируемся на их составе. Достаточно сказать, что Эмили Бёрк в полном порядке и играет по-прежнему ключевые роли. И вот именно она сейчас немного переборщила в обороне и устроилась на двухминутное удаление. Первое удаление в сегодняшнем матче. Эмили Бёрк, минус из защитной расстановки. В центре остается Ксения Смитц. Остается в одиночестве. От нее с двух сторон Алина Гризельс и Майки Шмельцер. Если я не ошибаюсь, Майки Шмельцер линейная, действует на позиции второй сейчас. Ержапкова. И как хорошо Гурыхова переводит на край, хотя, наверное, могла и сама проатаковать. Здорово немки вцепились в соперниц. Не дают пока до броска довести. Немки действительно чуть подвижнее и очень цепко играют в защите. Даже здесь вот с этим выходом Гризельс успевают, несмотря на то, что их меньше. Вот это их тоже демонстрирует, насколько мобильнее и подвижнее немецкая команда. Да, хорошо сыграла Амелия Бергер. Совсем молодая 22-летняя гомболистка, но у нее уже за спиной целый ряд ярких выступлений за сборную. У Амелии Бергер мы по матчу с командой России помним. Играли совсем недавно товарищеский матч. Ну, а это Доминика Захова, второй реализованный пенальти. Минуту промучились чешки в атаке. Все-таки вымучили пенальти. И Захова переигрывает Дину Экерле. Дина Экерле, ну, во-первых, красотка. Во-вторых, первый номер сборной Германии. Ну и, в общем, все как мы любим. Немецкая атака по-прежнему в меньшинстве. Мы о составе немецкой команды сказали пока какими-то отрывками. Майки Шмельцер, вот она линейная, ярко-рыжая бестия, которая сейчас достается сразу от двух соперниц. Анти Лауин Ротт и Амелия Бергер играют на краях. Удаленную Эмили Берг сейчас заменяет на позиции левый полусредний Ксения Смитс. Ну и Юлия Майтхов на позиции правый полусредний, 27-й номер. Ну, если возвращаться к тому моменту, где сборная Чехии действительно в течение минуты добывалась и возможность заработать момент в большинстве, немки, конечно, в этом плане очень грамотно разложили силы и всего одну атаку. В меньшинстве позволили Чешкам атаковать и здесь грамотно держат мяч. И еще, да, ошибаются. Чешкины в защите. Петра Кудлочкова. Первый выход на аванс-сцену основного чешского вратаря. Ну, собственно, на вратарях вообще пока еще не делали акцента. Дина Экерли и Петра Кудлочкова – это те мастера, которые сегодня могут серьезный вклад внести в успех команды. Ну и, собственно, все развитие начала матча 4-4 на 10-й минуте говорит нам о том, что с выбором матча мы не ошиблись. Для показа на каналах системы матч еще расскажем. Лишь второй день чемпионата мира. Все только начинается. Сборная России свой первый матч проводит завтра, 3-го декабря. Поединок с командой Камеруна. Ну и чешская атака, конечно же, заканчивается броском Ержавковой. Бросок по ходу, но уже буквально присела на правое колено в ближнем углу Дина Экерли. И с легкостью этот мяч парировала Майтхоф в линию. Как немки играют. Немки играют, я бы сказал, очень вариативно. Очень неожиданно порой для соперниц. И тревожно, посмотрите, какие взгляды тревожные на скамейке немецкой команды. Потому как там грубо, довольно-таки сыграли против Майки Шмельцера. И она тут же схватилась за бросковое плечо. Нет, она говорит, что все в порядке. Нужно только пробить за нее 7 метров. И это сделает Юлия Майтхоф. Против Петры Кудлочковой. Вратарь, которая, на мой взгляд, по своей фактуре чем-то напоминает нашу Анастасию Лагину. И такой классик, можно сказать, в вратарском своем техническом оснащении. Ну и была близка, на самом деле, да. Поэтому так и не распереживалась к отражению броска. Но, тем не менее, 7 метров реализовано. Германия снова впереди. Ну а теперь Чехия остается в меньшинстве. И, соответственно, никуда не торопится. Я хотела еще сказать, что, к своим словам, Артем, к тому, что сборная Германии, если смотреть команды эти на фоне друг друга, ну что мы, собственно, сейчас и делаем, немки такое ощущение, что более такой мужской гамбол пропагандирует. Он действительно вариативнее, быстрее. Понятно, что у чешек есть лидеры, которые могут, так же, как и Петра Кудлочкова, развернуть игру в другую сторону. Но вот в остальном немки пока придерживаются этого стиля. А что сейчас сотворила Петра Кудлочкова? Понятно, что она переживает, потому что этот сейф ей не зачтется. Она с подбора отбила мяч от Майки Шмельцер. Здесь анти-Лауэн Рот совсем пролетарским задором бросала и попала в штангу. Ну и на подборе уже сфалили на атаковавший Шмельцер. Снова Юлия Майдхов. Ее выход на 7 метров. На сей раз над головой Петры Кудлочковой. Да, она обманула. Обманула вратаря сборной Чехии. Юлия Майдхов. Тоже молодая порсель. Тоже Биттикхайм. Почему говорю тоже? Потому что Дортмунд и Биттикхайм. Это две суперсилы в немецком гамболе. Ну и, соответственно, наибольшее представительство у этих команд. Хотя в Дортмунд это, ну, в рамках Лиги Чемпионов даже не сказать, что немецкая команда. Потому что очень много легионеров, прежде всего, из Голландии, из Нидерландов в Дортмундской команде. Но Дортмунд и Биттикхайм. Это вот мы должны, конечно же, помнить всегда. Лидеры всех последних лет в немецком клубном гамболе. Пошли замены. Обратите внимание, вместо Маркета Ержапковой неожиданно на позиции левой полусредней появилась Шарлотт Холливого. 2002 год рождения. Так, на всякий случай. Вот ее бросок. Но Дина Эккерли читает, как открытую книгу, просто ее бросок. Гризельс. Набегает Эмили Берг. Передача на край. Здесь Эмили Бергер. Да, вот мне нравится, как принимают решение в какой-то пиковой стадии атак. Вот на скорости. Тем более немки. Они не боятся рисковать. Вот это бросается в глаза сразу. Мы говорили о естественном волнении. И, судя по всему, немки, если и не справились сейчас с волнением, они его здорово маскируют. А это Эмили Берг. Та самая уже многолетняя лидер сборной, которая заявила о себе в самом раннем возрасте по молодежным юниорским сборным в Германии. А теперь это уже, можно сказать, сложившийся мастер. 96-й год рождения. Эмили Берг. Нет, соврал. 98-й. Очень агрессивный, очень смело сборная Германии играет. Мне кажется, вообще, этот чемпионат еще ближайшие, там, 2-3 игры покажет расстановку, примерную силу. Во всяком случае, как команда готова, но мне кажется, Германия может стать открытием чемпионата. Мне кажется, это скороспелые выводы, надеюсь, это континент. Я поэтому сказал «кажется». Нам еще надо 3 игры. Но, во всяком случае, очень интересно. И послушаем тайм-аут. «Ахай-аут!» Две рыбачки, начали у нас ким шуман. Убраним три-два, три-два. Камчат! 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 Итак, первый тайм-аут самым естественным образом использовал Ян Башне. Его команда, идя ноздря в ноздрю, затем стало уступать минус три. Но немки действительно вот разбежались, раздухарились, поймали нужную волну. Нам напоминают, как влетали мячи в сетки, но пока немки все-таки делают это увереннее. 7-4. Ближе к середине первой половины. Играем дальше. Ну вот, кстати, еще одна чешская замена. Вероника Микулашкова играет в центре задней линии. Еще один очень молодой игрок. Естественно, дебютант такого уровня. 2000-й год рождения. 21-й номер Вероника Микулашкова. Ну, а Дина Экерли поражает нас. Просто прожигает своей искрящей улыбкой, потому что у нее получается, если не все, то очень многое. Ну, а я обращу внимание на игру центрального защитника сборной Германии. И Мейкель Шмельцер с заменой полусредних была тоже связана с тем, что не могут они подобраться. Очень активно выходит и очень агрессивно встречает подходящих к ней полусредних, мешая и быстро сделать передачу. Ну, и протаковать, собственно, тоже. Ну, и еще один 7-метровый, как на работу. Просто ходят к 7-метровой отметке Юлия Майтхоф и Захова. Доминика Захова. И пока вратари бессильны. Сменила Дину Экерли в воротах команды Германии 42-й номер Катарина Фильтр. Тоже, кстати, дебютант из команды Букста Худе. Но я думаю, что это пока эпизодическая роль. Нельзя менять Дину Экерли, пока она в таком порядке. Ну, снялись Худе-бедность тайм-аута. Чешки реализовав пенальти. Юлия Майтхоф, Эмили Бёрк. Вот, я думаю, что вот эта связка Гризель с Бёрк, взаимозаменяемая на позициях левой полусредней и разыгрывающей, это вот прям то, что нужно, вариант для команды Хэнка Грёнера. Близка была сборная Чехии к тому, чтобы организовать быстро отрыв. Но даже здесь, как принято, останавливать быстрый отрыв от команды. Сборная Германии не единолично это делала кто-то один из игроков, а командный такой переход организовали, за счет чего остановили Чешек. Ну, а здесь еще снова высокая активная защита, здесь уже не в исполнении Майки Шмельцер, а другого игрока, но агрессивно защищаются и вторые центральные игроки. Я думаю, Чешкам мало сегодня удастся голов добыть против такой защиты. Да, немки терпеливы, немки в меру агрессивны. Пока было только одно удаление. А это Маркета Ержапкова. Казалось бы, оставляют ее один на один против малютки на ее фоне. Амелия Бергер, и она все равно не проигрывает. Я про Бергер. Естественно, Маркета Ержапкова немножко удивилась, потому что едва с нее игровую форму соперница не сорвала. Ну и Блок. Блок в исполнении команды Германии против Маркеты Гурыховой. Ну а здесь уже сборная Чехии. Тоже такое ощущение, что видя плюсы такой активной игры, тоже чуть активнее стали играть в защите. Да, скамеечка уверенная у команды Германии. Здесь вот такие мастера пока томятся, как Алисия Штолле, как Марлин Калф. Есть кем усилить. Луиза Шульца. Так что кажется, что запас прочности у немецкой команды изначально больше. Но тем более так немки здорово агрессивно начали эту встречу. И посмотрите, сменили бросковую руку на пенальти. И Алина Гризельс, как и подобает капитану, не подвела. Первый гол, кстати говоря, столько раз мы уже упомянули ее фамилию. А она вот свой дебютный мяч на этом чемпионате забивает только после срединной отметки тайм. Напомним, что в Испании в четырех городах одновременно прямо сейчас играют в разных группах. Ну, в общем, все в наших лучших любимых гонбольных традициях. Пляшут и поют девушки со всех гонбольных континентов. Маркета Ержапкова. Как-то подзадумалась 29 номер Аделла Стрижкова. Идти ли помогать Ержапковой. В итоге атака развивается вот исключительно так. То есть, понадеемся на Ержапкова, а там что получится. А получается еще один классный немецкий блок. Вот. Какая улыбалась огненно-рыжая Майкель Шмельцев. Ну, я еще раз отмечу защиту сборной Германии. Очень, во-первых, видно, что она поставлена действительно на уровень. И взаимопонимание игроков отлажено. Это можно видеть потому, насколько смело угловой игрок или полусредний, оставляя своего игрока, рассчитывает на подстраховку игроков, которые находятся рядом. И она есть. И, я думаю, здесь Чехии либо уже брать тайм-аут, но надо что-то решать, потому что против этой агрессивной защиты каждый раз игрок-игрока встречая, просто сил очень много тратит чешская команда. И здесь напрашивается перестроение. Да, Сара Коваржова появилась у чешской команды. Ну, а летит у Маркета Ержапкова. У нее летит-то всегда очень хорошо. Другое дело, что немки далеко не каждый раз ей позволяют это сделать. Но сейчас это бросок на опережение. Майке Шмельцер, в общем-то, и сообразить не успела, как быстро махнула под ближнюю штангу Маркета Ержапкова. Амелия Бергер и Петра Кудлочкова. Как она сейчас сработала по блоку. Видно было, как она перемещалась, как она реагировала. Здорово. Мы сейчас увидели эти вот прям, действительно, прочтение эпизода от чешского вратаря. А здесь будет удаление. Перестаралась Майке Шмельцер. Сара Коваржова заставила ее действовать таким образом. Ну и смотрите, в линии играет Михаэла Голанова. Пыталась, пыталась сейчас Кордовска. Номинальная левая полусредняя, действующая в розыгрыш. Но при такой подруге по команде, как Ержапковой, в общем-то, спокойно можно переквалифицироваться в разыгрывающую. И не удается. Сложный пас в прыжке, да еще и себя за спину отдать Коваржовой. Ян Башни. Ян Башни недоволен. Естественно, никак не удается изменить течение матча, пока все складывается плюс-минус в той конве, которая устраивает команду Германии. Ну и посмотрите, я о том, что обойма посильнее. Обойма в целом более прочная. Удалена Майки Шмельцер и выходит Луиза Шульца. Кто из них еще сильнее, как Линейли? Вопрос. Обратите внимание, какого роста Луиза Шульца. А потом я скажу, какие официальные данные. Сейчас Надежда Муравьева немножко удивилась. Не знаю даже, чему. По-моему, таких игроков высоких навигалось в своей карьере немало. Мне просто понравилось, как-то интригу подвесило. Я себе поставила обязательную заметку. Ну, на самом деле, ничего там сверхъестественного. Метр девяносто рост Луиза Шульца. Но, представляете, вот такой человек под, допустим, Эмили Бёрк будет ставить заслон. Ну, там никто вообще не подлезет. Пока немки вот так нащупывают, пробуют. Майт Хофф. И вот, пожалуйста. Добрый вечер. Да, я только хотела сказать, что при таких антропометрических данных, конечно, важна подвижность игрока. Потому что сам рост по себе еще, конечно, не является таким бонусом в ганнболе. Но вот имеет такую подвижность, да, и чутье игры очень хорошо там, свободную зону открывалась. Линейный игрок Германии, что уже вместе дает совсем другой калинкор. А это потому что большой универсал сегодня у нас в эфире. Человек, который и в линии мог, и в задней линии, и петь, и танцевать, и в защите тем более. Да, Надежда Константиновна? Был дело. Давайте напомним стране вообще, кто у микрофона. Все помнят. Мы еще повспоминаем свои былые подвиги. Ну а пока, кстати, Артем хотел обратить внимание, что активная защита еще один быстрый переход сборной Германии приносит. Ну и можно сказать о том, что тратя действительно много сил в защите, сборная Германии получает эти легкие голы. Пока воспользуется таким же раскладом по игре сборная Чехии не может, что можно, конечно, подвести итог пока первого тайма. Он еще не закончился, но в принципе, что сборная Чехии больше сил потратит в первом тайме уже. Уже потратила и почти в два раза меньше мячей забила. Вот на абсолютно верно. Звучит как приговор на держательную тему. Я думаю, во втором тайме это может сказаться, пока сборная Германии, помимо того, что ведет в счете, еще делает себе хороший задел на тайм второй. Очередной быстрый отрыв, что, собственно, подтверждает слова. И я смотрю по силам сборной Германии пока ни в защите, ни вот в этих быстрых отрывах нет такого ощущения, что потеряла в скорости или в настрое. Я думаю, она первый тайм в таком же ключе сыграет. Ну, я старался, искренне старался поддерживать градус противостояния, но чешки никак не соответствуют тому, что было в начале встречи. Мы видим 23 минуты и уже 6.12 они подгорают. Это, конечно, никуда не годится. Я думаю, что Ян Башна уже вовсю задумался о втором таймауте. Мы видим, что по-прежнему не снимает руку с пульса матча Кен Грёнар, но по выражению лица видно, что он уже даже слегка расслабился. Снова стена, стена блока. Что это было? Я согласна, что это действительно стена. Артём, ты действительно очень хороший эпитет подобрал. Это не первый момент, в котором таким образом действует сборная Германии. Но это очень хорошая сплочённость, взаимопонимание в защите. Меня, во всяком случае, как защитника, вообще не может не радовать глаз мой. Сегодняшняя игра в защите именно сборной Германии, ну а здесь парирует быстрый переход. Петра Кудлочкова помогает, и смотрите, какая красота в ответ. В прыжке здорово скоординировавшись Камила Кордовска обыгрывает Дино Экерли. Та-да, я говорю, учту. Посмотрим в следующий раз. Ну а пока из семи мячей, забитых сборной Чехии, три из них были прям такими подарками от сборной Германии, как вот этот незабитый свой бросок и быстрый переход. Ну и из чего можно сделать вывод, что пока, вот так образно, конечно, сборная Германия дала всего четыре мяча забить сборной Чехии. Это важное замечание. Я думаю, что это знание пригодится нам во втором тайме, когда Чехия, как вот уже сказал Нагазин Муравьёва, ещё и устанет. Ух ты! Вот это да! Какой мяч парит! Даже Хэн Грёнар, по-моему, не поверил, что это возможно. Дина Экерли чуть ли не лицом парировала мяч. Совершенно бесстрашная девушка. Ну а когда вы взглянете на крупном плане её глаза, вы немедленно влюбитесь. Так что смотрите внимательно. Алина Гризельс. Вот так, спокойно и уверенно. И посмотрите, вот здесь, что она сделала. Просто на инстинктах. Но она смахнула этот мяч, как львица. Со своего лица, со своего плеча. Уже не важно, откуда. 25-я минута. И пока играет круто только сборная Германии. К сожалению, не обе команды. Мы не можем сказать, что они играют круто. Сборная Германии на таком кураже. Посмотрите, просто искрит. Вот там, в этой оборонительной конструкции 6-0. Между Ксенией Смитц, которая в атаках пока почти не принимает участие. Хотя могла бы. Но после травмы серьёзной броскового плеча все эти кондиции только восстанавливает. Там Луиза Шульц. Тот самый столб, метр девяносто. Не в обиду ей будет сказано. Ну, в общем, пока непонятно. По-моему, чешки в тупике. Всё. Всё просто утыкается в блок. Амели Бергер. Мне кажется, можно заканчивать. 14-7 за 25 минут. Это... Это просто нокаут. Но пока, да, помимо прочего, действительно, мы отметили хорошую оборону сборной Германии. Они продолжают также агрессивно действовать. Но пока не было каких-то перестроений от тренера сборной Чехии, чтобы поменялся рисунок игры в нападении. Может быть, даже нестандартно. Может быть, даже как-то непривычно сыграть. Но, во всяком случае, действовать так же, как действовали все эти 25 с половиной минут чешки. Малоэффективно. Ух ты! А вот тут удивилась даже... Даже Дина Экерли. Мы, да, тоже оценили. Хороший бросок. И бросала, по-моему, Вероника Мало. Не уверен, но, по-моему, это была она. Капитан сборной Чехии. А вот и тайм-аут Хэнка Грёнера. Не знаю, зачем он ему. Ну так, просто паузу взять. Немножечко остудить пыл подопечных. Но я думаю, что ему все нравится. Ему нужно просто сказать главные слова о том, что продолжайте в том же духе. И ни в коем случае не останавливайтесь в этом просто великолепном давлении собственной обороны. Испанские операторы разбираются в разных видах спортов. Гонболи, правда, не очень хорошо. Но сейчас план подобрали, конечно, нетрадиционный, скажем так, для гонбольных тайм-аутов. И могли стройность ног гонбольных оценить наши внимательные зрители. Но это да. Надежда Константиновна сейчас, конечно, улыбается снисходительно. Но она понимает, о чем идет речь. Да, я понимаю, о чем идет речь. Но это действительно немаловажно в женском виде спорта. Для зрителей. Для зрителей должна быть красота. Это, на самом деле, важно. И, Артем, я, кстати, в этом плане до сих пор под впечатлением от того казанского пляжного гонбола, который мы вместе тоже посетили и поработали. Это было просто великолепно. И какие спортсмены красивые. Ты, Артем, помнишь, да, что со мной приезжали... Я просто категорически с ума сошел просто на три дня или на сколько, на четыре. Просто забыл вообще все остальное на свете. Класс. А у меня, да, те люди, которые приезжали со мной вместе в Казань до сих пор под впечатлением. Мы остались большими фанатами гонбола. Этот чемпионат тоже смотрят. Так что огромный им привет. Ну, тот неброский фол под девять метров на Луизе Шульце. Она не расстроена. Да, вот немножко корректирует Хен Грёнер. Луизе Шульце разыграла. И поехали дальше качать эту чешскую оборону. Какой бросок! Вау-вау-вау! И это у нас Силии Бронс Петерсон. Вы вообще знали о таком игроке в сборной Германии? Я просто удивлен. Силии Бронс Петерсон, но об этом будет отдельная история. Знаете почему? Потому что это натурализованная датчанка под чемпионат мира. Это, я думаю, дипломатическая работа Хенка Грёнера. Это о том, что какой специалист работает со сборной Германии. Вот так. Выпрыгнула в прыжочке. Я даже не знаю, какой она рычаг изобразила, но никто ничего не понял. Пожалуйста, еще одно спасение благодаря блоку у Дины Экерли. Две минуты, будьте любезны. Две минуты будет, потому что был толчок на прямые руки, но здесь, конечно, чешки спасаются уже как могут. Объясните, как человек из гамбола, почему на прямые руки? Почему не толчок прямыми руками? Ну, я просто знаю, да, что есть много таких, знаешь, вещей, которые... Ну, это просто логику этого жироганизма. Объясните, пожалуйста. Ну, потому что обычно говорят там встречай на... А тут не встречай, а тут провожай. То есть ты уже проиграл и на прямые руки куда-нибудь туда закинь ее в ворота. Можно сказать прямыми руками, но обычно, как говорят, там встретил на прямые руки, и это ошибка. А теперь посмотрите, Силья Бронс Петерсон, она сверкнула своим взглядом нам в камеру, а теперь еще и с пенальти забросила. Вот так. Человек прописался в сборной Германии. Неплохо, да? Да, прописался действительно неплохо, но вот по-хорошему эмоциям, которыми искрят гамболистки сборной Германии, завидую. Потому что, действительно, получается у них все и в защите, и в нападении. При этом, Артем, я думаю, со мной согласишься, и, наверное, статистика тоже это подтвердит, что позиционных атак не так много было у сборной Германии. Вот, действительно, на крыльях мучаться из защиты в нападении. Ну, и настроение, которое сами себе дарят своей высококлассной игрой гамболистки Германии, конечно, вызывает такую белую зависть. А можно уже, да, говорить, что это был высококлассный первый тайм их исполнения? Абсолютно. Ну, а это Яна Кнедликова. Мы удивились, не увидев ее в стартовом составе. Она сейчас отличилась. Девятый мяч сборной Чехии. У немок потери. Амели Бергер, вот этот ее юношеский задор. Обратите внимание, когда крупный план будет, у нее прям такой кровь с молоком на лице. Она вот прям старается, бежит, торопится, опаздывает, где-то не успевает. Ну, вот в итоге небольшая потеря. Ничего страшного. 16-9 и минута до конца первого тайма. Да, здесь молодая левая полусредняя Холли Вова подумала, что так просто ей удастся разбить этот центр, этот центральный блок Ксении Смитс и Луизы Шульца. Ни в коем случае. Немки по-прежнему держат оборонительное построение в идеальном состоянии. Алисия Штолле действует на позиции второго защитника. Она и, конечно, в атаке может сыграть правом полусреднем, но большей частью первого тайма отыграла Юлия Майтхов. Это я к тому, что на второй тайм спокойно Штолле выйдет, и мы потери качества не заметим. Сара Коваржова. Бросок, ну, по-моему, даже без прыжка в ее исполнении. Да, но при этом это еще один мяч, который забит... Не подарок, конечно, если такой был коварный отскок от блокирующих игроков сборной Германии. Но, опять-таки, этот бросок читался этими гонболистками. Ну, и еще одна быстрая атака. Конечно, инфекционно. Амели Бергер. Амели Бергер за 15 секунд до конца первого тайма. Все как надо. Все по линеечке вычерчено, выстроена. Сборная Германии, это преслоутая немецкая машина, покатила без скрипа в самых первых минут чемпионата мира. Я думаю, что это настоящее удовольствие для Хэнка Грёнара. Посмотрите, какие эмоции на немецкой скамейке более чем убедительны. С большим запасом. 17-10. Чешки уходят просто вот не понимая, что делать дальше. По-моему, пока и Ян Башни вот немедленно выпил, но еще не понял, что он скажет им в перерыве. 17-10. Германия, Чехия. Чемпионат мира. Лирия. Еще раз напоминаю. Завтра здесь православный огонь. Даже еще не начали уставать инвалидские команды Германии. Потому что вот этот фактор, о котором мы, комментаторы сегодняшней встречи, Надежда Муравьева и Артем Шмельков говорили неоднократно в первом тайме, он, в общем-то, начал работать еще до перерыва. Это сменяемость команды Германии. Поэтому, собственно, мы и видим новые лица на площадке во втором тайме. Выходившая совсем чуть-чуть Силья Бронс Петерсон и 25-й номер Лена Деггенхарт. Она не выходила вовсе. Появляются с первых минут. Надежда Константиновна, это говорит о том, что Хэнк Грёнер 100% уверен в своей обоиме? Ну, во-первых, очень важно качественно и с задором, как и сделала сборная Германии, начать стартовый матч в любом турнире. Помимо этого, конечно, важно отметить, я думаю, для Грёнера важно увидеть всех игроков в таком хорошо складывающемся матче, дать возможность всем почувствовать то настроение, которое создала команда в первом тайме. Поэтому, я думаю, здесь не то, что он уверен в победе, но важно, конечно, запустить в такую хорошую атмосферу максимальное количество игроков. А вот снова Маркета Ержапкова. Ну, не знаю, что с ней не так. Может быть, она не очень здорово готова. Её реализация в первом тайме было два из четырёх, и сразу несколько её бросков вообще до ворот не дошли, потому что были заблокированы. И вот сейчас она уткнулась первым своим броском в блок соперниц Ксения Смитц. Да, судя по всему, в нынешней системе координат сборной Германии игрок некогда фееривший и в атакующих действиях французского Меца сейчас рассматривается исключительно как игрок оборонительный. И поэтому мы видим на позиции левой полусредней Лену Деггенхарт, представительницу Меценгена. А они, Силья Бронс Петерсон, играют за один клуб. Это немаловажно. Таким образом выпускают клубную связку на смену Алине Гризельс и Эмиле Бёрк. Хэн Грёна. Да, здесь виден рисунок, который выстроил Грёна во втором тайме, но на самом деле более интересно увидеть тот рисунок, который в перерыве обозначил, начертил, скажем так, своим подопечным тренер сборной Чехии. Потому что говорили мы тоже в первом тайме, что в их игре, конечно, стоит поменять что-то, чтобы противостоять такой активной защите Германии. Так, вот мы, собственно, и будем к этому присматриваться. А что же собралась поменять команда Чехии? Ержапкова как была на площадке, так и остается. Коваржева как вышла. На позицию правой полусредней так и играет на ней. Таким образом, суть по всему, особого размаха для манёвра нет у Яны Башни. Да, я думаю, на это похоже. Но сборная Германии, Смитс, да, рвётся вперёд. Сборная Германии не оставляет тот темп, который взяла в первом тайме. Ну и, помимо прочего, и характер их игры не меняется. Также задорно, как Артём с самого начала назвал настроение сборной Германии, также смело идут в атаке и зарабатывают 7 метров. А это та самая нотарализованная в Германии датчанка. Не даёт ей забить дважды Петра Кудлочкова. Вот, пожалуйста, человек сражается с самого начала второго тайма. Делает всё от себя возможное, чтобы... Чтобы Германия не убежала уж на какие-то совершенно неприличные расстояния. Как она? Как она это делает? Ну, я не могу сказать, что можно сделать вывод прямо по этому 7-метровому броску, но самое главное, чтобы сборная Германии сейчас свой настрой не потеряла, потому что расслабиться, конечно, такой момент... Есть такая, как сказать, ну, невозможность, а есть такой подводный камень, поэтому сборной Германии, конечно, надо держать её под контролем. Сейчас в первую очередь свой настрой. Позволить себе слабину может ли эта сборная Германии? Мне кажется, там такой искрящий настрой. Ну, и эта локальная неудача, нереализация 7-метрового, мне кажется, никак не меняет настройка в обороне. Да-да-да, я абсолютно про то же. Я говорю, что по 7-метровому вывод делать сложно и преждевременно, как Артём сказал в первом тайме. Но при этом, да, важно не попасться на эту ошибку. Ну, и сборная Германии, действительно, от защиты играет и второй тайм тоже. Ксения Смитс устраивает здесь хороший перехват и быстрый переход. Очередной легкий гол для сборной Германии. Да, и продолжаем мы изучать новые молодые лица немецкой команды. Я бы присмотрелся на месте любителей немецкого гонбола к 26-летней Йоханне Штокшледер. Абсолютный дебютант сборной Германии из команды Некальзульм. Да-да, есть такие жемчужинки в обойме Хэнка Грёнара. А давайте-ка мы сейчас еще и вспомним, что целый ряд отказниц есть в нынешней сборной Германии. Юлия Бенке, помните такую, например? Или Ким Найдзинявич. У нее история сложнее, но неважно. Вот ушли представители более старшего поколения, пришли молодые, и это, конечно, просто потрясающе. Что творит эта обойма Хэнка Грёнара? Как сказала, собственно, Надежда Муравьева, давайте-ка мы немедленно запишем этих немок в скрытые фавориты чемпионата мира. Да, уже пора. Он только стартовал, а мы уже видим вот этот, ну, действительно, каток, знаменитый каток немецкой машины. Бундесманшафт на марше и неточная передача Ксении Смитс. Классный заброс через всю площадку Петры Кудлочковой. И чешки пытаются реанимировать самих себя. Что-то лица нет вообще на Яне Кнедликовой. Уж не приболела ли она. Из-за этого, может быть, и мало играет. Но выглядит, что она ниже среднего, честно говоря, сегодня. Непонятно, что происходит. Ну, в общем, она на скамейке. Она, конечно, подбадривает, как может, свою команду. И вот редкий, быстрый отрыв в исполнении чешской сборной. Вот так подрабатывает под Алисию Штолли. Она, пожалуй, тут погорячилась в этом своем порыве. Попала, что, в нос, отстрелила в нос защитнице сборной Чехии. В лицо там от руки попал, действительно, этот мяч. Ну, и давайте, наверное, проговорим полностью состав команды Германии. Потому что, ну, вот в этой обойме, действительно, две шестерки полноценных игроков. Это мы понимаем сразу. Потому что Луиза Шульц не играла в стартовом составе. Марлин Капф, она же, что интересно, в девичестве Цапф. То есть, знаете, в девичестве человек имел фамилию Цапф. Вышла замуж, стала Капф. Тут менять нужно было не так много, да? Вы заметили. Если сбивчиво говорить, можно не ошибиться. Даже, да, вообще, вот так проглотить первую букву никто и не заметит. Далее, левый край. Если играла опытнейшая Лауэн Рот на левом краю, то сейчас мы видим дебютанку сборной Йоханну Штокшледер. Да, мне кажется, сборная Чехии немножечко, конечно, удивлена, с каким сопротивлением она немедленно столкнулась на старте чемпионата мира. И я, честно скажу вам, не думал, что таким явным фаворитом будет команда Германии вот прямо из стартовых колодок. Ну, мы все видели, да, и знаем результаты перед чемпионатом мира сыгранных матчей сборной Германии. Там, в принципе, тоже были с хорошими сборными. Неплохие результаты, но если опять-таки возвращаться к игре с нашей российской командой. там сборная Германии не так ровно сыграла, пока очень ровно играет игру гонболистки Германии, но там был не такой ровный матч. Был он сыгран отрезкими, яркими и быстрыми были и провалы сборной Германии. Но, в принципе, то поступательное движение, которое проходит команда с тренером Грёнером, мне кажется, вот оно здесь, и дает результаты. Шаг за шагом дошли до такой хорошей командной работы. Ничего себе передача. Снова быстрый отрыв. Да, и классная передача. Просто фантастика, как этот мяч дошел, в принципе, до Штокшледер. И буквально за семь минут этот игрок левый край забил уже три мяча. Ну, и мы обращаем внимание, что смена в воротах у команды Германии. В заявке у немецкой сборной два вратаря. Ну, и, соответственно, сменщица Дина Экерли, 22-летняя Катарина Фильтр. В первом тайме она выходила только на семиметровые. Смотрите, какая у нее интересная стойка. Я думаю, что Надежда Константиновна присмотрится к ней и расскажет нам, а что это за такие хищнические позы у немецкого вратаря. А, дальше вот как будто вратаря в воротах нет. Посмотрите, Алисия Штолле махнула так, что никто мяча не заметил. Смотрим, как набегает Ксения Смитс. Одна передача и привет горячий. 21-12. Ну, и слышим мы сирену. Ничего не остается, как нажать на эту тревожную кнопку Яны Башнана. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Да, сплошь вот эти неудачи сборной Чехии и продолжающий пылать огонь в исполнении Deutschlandmannschaft, маншафт, национальный маншафт под руководством Хэнка Грёнара. И, конечно, просто жаль Петру Кудлочкову. Она делает все, что возможно. Она отражает то один мяч, то сразу два в одном флаконе, как было с 7-метровым силой Брюнс Петерсон. Ну, ничего ты не поделаешь, когда, ну, просто стеной стоит в обороне команда Германии. 8,5 минут сыграно во втором тайме. Два мяча только Чехия выдавила в своих атаках. Ну, что тут можно сказать? Чешкам остается надеяться на то, что против следующих своих соперниц команд Венгрии и Словакии команда будет выглядеть лучше, как это, собственно, касается и лидера этой команды Маркеты Ержапковой. Сегодня у нее попросту не летит. Очень быстро организуют атаки сборная Германии. Я абсолютно, Артем, поддержу, да, твой жест. Мне кажется, вот говорили мы о белой зависти и эмоциях, которые транслирует сборная Германии. Ну, и, собственно, хотелось бы, конечно, в этой атмосфере оказаться. Но совсем, конечно, нет никакой завистии, да, в отношении команды сборной Чехии. Помимо прочего, нет просвета в их игре. Мне кажется, это больше всего расстраивает команду. Ну, а мы прогнозировали в первом тайме, что небольшое количество мячей сможет сборная Чехии забить. Так и есть, 40-ая минута игры, и всего 12 мячей смогла сборная Чехии насобирать. Да, это какая-то улица с односторонним движением. По-прежнему, смотрите, проявляют себя дебютанты сборной. Катарина Фильтр, здрасте. Йоханна Штокшледер, добрый вечер. Лена Дегенхарт, никаких вопросов. Только что свой первый гол забила. 23-12 на табло. Мне кажется, просто хотели бы сейчас зажмуриться чешские гонболистки и отправиться в раздевалку досрочно. Но еще 20 минут нужно страдать. А по-другому и никак не скажешь. Что происходит, Надежда Станкина? Надо заканчивать эту лавочку? Я не знаю, может быть, тренер все-таки найдет какой-то нестандартный действительно ход для своей команды. Потому что здесь можно рисковать. В принципе, сборная Чехии в своих интервью. И игроки, и тренеры отмечали, что им действительно нечего терять. Они не являются фаворитами этого чемпионата, но при этом готовы показать характер. Здесь, конечно, таким шлагбаумом стала сборная Германии, которая, в принципе, в этой игре им это сделать не дала. Посмотрим, как будет в следующих играх. Но я хотела еще в первом тайме обратить внимание, как сборная Германии в защите. Привычно нам говорить о том, что защитники одному выходящему игроку, второй игрок должен помогать. Не успела я в первом тайме об этом сказать. Немки успевают подвое помогать. Мы помним эти тройные и четверные даже блоки, выходящие на бросок игроков сборной Чехии. Ну и здесь тоже с подстраховкой 2-3 игрока успевают помочь. Собственно, по мобильности, конечно, и по физическим кондициям сборная Германии действительно очень симпатично выглядит. Я в шоке. Честно говоря, наивно полагал, что за первые три места плюс-минус нормальную, не равную, но нормальную борьбу навяжут сборные Чехии, Венгрии и Германии. Получается, что это команда из разных лиг. Я извиняюсь. Есть еще Словакия, но мне кажется, она не сильнее вот этой Чехии. Так что мы как-то надеялись на европейскую группу на первой стадии турнира, потому что очень много прямым текстом надо говорить. Проходных матчей будет и уже есть в этом первом раунде отбора. Я напомню, что по схеме Чемпионата мира сначала первый групповой этап, 8 групп, 4 команды. Дальше второй групповой этап, когда по 3 команды выходят и скрещиваются, допустим, АС, Б, ЦС, Д и так далее. Играют еще по 3 матча. А затем уже плей-офф, четвертьфинал, полуфинал, финал. И вот в этом контексте казалось, что единственная группа, где 4 европейские команды собраны, может нам подарить какую-то интригу. Но команда Германии просто беспощадна. Она эту интригу просто вот туда, под тарафлекс засунула и еще утрамбовала. Ну а еще, Артем, хочу обратить внимание, если мы говорили, что в первом тайме классную подкрутку делают с левого угла, мы говорили о том, что своим первым таймом, в принципе, наставник Хэнк Грёнер делает запас, играя таким образом на второй тайм. Ну, собственно, иллюстрацию всего этого мы сейчас видим. Но если обратить внимание, что та же Алина Гризельс не принимает пока участие в втором тайме и те игроки, которых ты уже называл в начале тайма, собственно, можно говорить о том, что Грёнер, помимо прочего, уже сейчас распределяет силы своих игроков, выпуская во втором тайме сменщиков основного состава, соответственно, распределяет силы на те игры, которые им еще предстоят. Есть сложные игры в группе, они будут, но здесь уже такой задел хороший Грёнер делает. В предыдущей атаке команды Германии была наказана Луиза Шульца за неправильный заслон. Ну и мы видели реакцию Грёнера, он команду только подбодрил, мол, ничего страшного. Ну а дальше не успели перестроиться под маркету Ержапкова и позволили ей довольно легкий мяч забить. 24-14, я думаю, что на разницу в счете вообще уже можно не смотреть, вот туда глаза вниз на счет не опускать, потому что, ну, игра по большому счету закончилась. Смотрите, маркета Ержапкова, три из девяти бросков у лидера сборной Чехии реализованы. Ну, это звучит как приговор ее сегодняшнему выступлению и, собственно, командному облику команды Швец... Почему Швец? Чехии. Потому что, как и сборная Чехии, ты тоже хочешь уже забежать вперед вот с этого тайма. Но если возвращаться к действиям как раз-таки наставника Яна Башны, команды Чехии, мы говорили о том, что, может быть, в атаке поменять какие-то схемы или перестановки, может быть, действительно нестандартно сыграть. Но пока по двум таймам мы не увидели перестановок в защите от чешской команды. Там эпизодически был выход на 5-1, но это было действительно только пару атак. В остальном сражаться против сборной Германии либо действительно сам не ожидал такого напора, либо команда Чехии уже решила остановить и свои силы тоже на следующий матч. А теперь мы будем решать своего рода сверхзадачу комментаторскую, Надежда Константиновна. Нам нужно сделать так, чтобы в оставшиеся 15 минут зритель не переключил. Что делать дальше? Что делать дальше? Из минус 11 уже минус 10 сборная Чехии сделала. А вот сейчас Петра Кудлочкова. Ну, на самом деле, болельщикам стоит остаться для того, чтобы посмотреть на характер действительно игроков сборной Чехии. На ваших экранах прекрасный вратарь этой команды. Петра Кудлочкова действительно сражается в тех моментах, которые есть для нее. Другой вопрос, что этот, как сказать, ее порыв такой не доходит до игроков ее команды. Хотелось бы, конечно, чтобы они его поддержали. Пошли играть дублеры у чешской команды. Тут все-таки больше так разделена команда на первых и вторых номеров. Насколько я понимаю, сейчас забросила Маркета Гурыхова. Ну и есть еще возможность у нас разглядеть функционал разыгрывающий Юлий Франкова под 34 номером. Ну а Яна Кнедликова, ну, цикл сама не своя. Посмотрите, какие-то синяки под глазами. Что-то явно с ней нехорошо. Есть уже несколько игроков, которые освободили, скажем так, свои места в сборных. Есть замены из-за вируса. Многие игроки поменялись. Хотелось бы, конечно, пожелать командам, всем участникам этого чемпионата, чтобы обходили стороной такие проблемы команды. Эмили Белк вернулась, это левое полусреднее, на площадку. Ну и сейчас мы видим, как активно второй линейный действует пришедшая с правого края Марлин Капф. И гвоздь программы в исполнении Эмили Белк. Такой звон штанги раздается. Но это была, конечно, чистая удача чешской сборной. Этой удачей воспользовалась Вероника Мала, капитан. Капитан чешской сборной. Мы видели ее красивейшую подкрутку. Ну а это четкая реализация выхода один на один. Здорово сыграла в повторе. Показали, как, можно сказать, выиграла эпизод у соперницы, бросавшей с левого края Петра Кудлочкова. Еще одна неудача Штокшлендер. Посмотрите, сколько передач она получила. Сколько возможностей бросить для левого края за полтайма, по-моему, 5 или 6 бросков. Это прям, конечно, замечательно. Играют явно на нее и у нее получается. Вот она, 21 номер. Почему 21? Да, 21, мне не показалось. Она на левом полусреднем. А в розыгрыше 34-й Юлии Франкова. Да, ну мы, собственно, новые имена узнаем. Но как-то какая-то это вот пока не очень нужная информация. Да, до 7 мячей уже чешки сократили отставание или скалитки там мячей. 25-18. По-моему, это чистая формальность. Но не будут упираться немки ни в плюс 10, ни в какие-то другие какие-то отметки. Сейчас просто вот немножечко перевести в чувство. Взял таймаут. Насколько я понимаю, не Ян башный, а Янгрен. Как пройдите с собой, так вы все с того не ходите дал. В утоку, видите, видишь, что это дает. Трошечку глубей, трошечку дал одобраны. А дохрабла то со земли, дохрабла то руксидел. Те комбинации, которые мы себе сказали. Деме, стендят. Да, мы продолжаем петь и танцевать. Вы видели сейчас талисмана чемпионата мира, игриво пробежавшую по кромке поля рысь. Да, это вот так у них на севере, северо-востоке Испании принято. Рысь в части. Ну, а мы переключим наши регистры, наше внимание на какие-то новые краски. Вот Эмили Бёрд, посмотрите, играет в линзах. Кстати говоря, она очкарик по жизни. Играет в линзах. Там такой тоже блеск. Вы видели, да, сейчас? Алина Гризельс. Что ли? Вот они играют, пляжут и поют. Майки Шмельцер не выловил эту классную, ну, наверное, слишком резкую передачу. Чешки опять понимают, что они никуда в ответ быстро не успевают. Опять против них этот железобетон конструкции 6-0. Или версии 6-0. Сделанных в Германии. Ну, и так далее, и тому подобное. Ну, а Хэнка Грёнара сейчас, опять-таки, есть возможность, помимо того, что разложить силы, мы об этом Артём уже сказали. Но я не думаю, что он будет доигрывать этот матч, что сборная Германии, в принципе, будет его доигрывать, действительно, получив такой кураж от своей игры. Не будут они спустя рукава, что говорится, играть. Но, во всяком случае, в последних трёх-четырёх атаках видно, что новые для них связи пытаются они на фоне игры как раз-таки опробовать. Но, в частности, игру с линейным, там, к сожалению, передачи несколько не дошли до линейного игрока. Но пока новые связи мы видим. Чешки снова ошибаются на передаче. Передача вообще сейчас, по-моему, была, ну, точнее, ошибка, весь комплекс атаки, ошибка из детско-юношеской школы была. То есть игрок, который участвует в атаке, спиной повернулся к партнёру, который с мячом. Это категорически нет. Ну и да, спокоен, доволен, видно по всему, Хен Грёнар. Посмотрите, Алисия Штолли. Помните, что она зарядила совсем недавно? Выписала сейчас под ближнюю штангу. Тринадцатый номер сборной Чехии. Сильвия Полошкова. Тоже это всё молодая поросль. Понимает Ян Башны, что всё, суши весла, готовься к следующим матчам. Да, шикарно. Ничего себе. Удивило всех. Там вздохнули аж трибуны. Двадцать первый номер. Вероника Никулашкова. Десять минут. Надежда Александровна, что делать дальше-то? Ну, что делать? Играть. Ну, во-первых, Чешки сократили действительно разрыв в счёте. Ну и, помимо прочего, Петра Кудлочкова продолжает сражаться. Ну, Чешкам, наверное, тоже, как и сборная Германии, можно какие-то, понимая, что да, игра уже, собственно, счёт её, и результат будет понятен, можно наработать какие-то действительно комбинации, которые можно отработать на ближайшие, на предстоящие игры. Поэтому, наверное, собственно, это мы сейчас и будем наблюдать. Ну, снова сборная Германии очень активно действует. Высоко имеют возможность покидать свои расстановки. Ну, и Чешкам, конечно, не дают снова продохнуть. Но я ещё раз обращу внимание на то, что несколько мячей во втором тайме тоже были забиты за счёт того, что немки в чём-то поторопились. В остальном, конечно, сборная Германии в защите сегодня действует выше всяких похвал. Ну, и, посмотрите, повод порадоваться есть у Катарины Фильтр. Да, она, может быть, не феерит в плане процента отражённых бросков, но свои сейвы поделала. Артём, прости, что перебиваю, просто хотел обратить внимание, что вот сейчас вот защитные действия сборной Чехии очень даже активны и агрессивны, но такое ощущение, что по физическим кондициям не могут они кто-нибудь такой поддерживать. Ну, и ввиду этого они так часто пользуются этими наработками, которые у них, как оказывается, есть. Эмили Бёльк. Её остановили соперницы. Майки Шмельцер продолжает активничать. Посмотрите, на линии переместиться туда-сюда с одного фланга на другой гуляет, как у себя дома, прогуливается, нащупывает бросок Юлии Майтхоф. И перехват. И Эмили Бёльк спокойно, так сдержанно уже поднимает сжатый кулак. Всё схвачено. И ни за что не надо платить. Алина Гризельс, Юлия Майтхоф, Эмили Бёльк. В этом сочетании они начинали игру. Да, интересно, что вот такую закольцованную композицию выбора состава предлагает нам Хэн Грёнер левой рукой. Сейчас Эмили Бёльк уже немножко выпендриваясь перед публикой. Отдавала передачу. В прыжке сложный мяч всё-таки укоротила. Вероника Мала, на то она и капитан, чтобы таким образом зацепить мяч в атаке и подождать прихода партнёрш. Ну и сама Вероника Мала поняла. Всё, хватит достаточно, меняйте тренинг. Ну а возвращаясь к тому турниру и той встрече, которую сборная Германии провела в рамках Дня гонбола в Германии с командой этой страны. Я хочу напомнить, тот последний мяч, забитый на последних секундах сборной Германии, насколько дисциплинированно команда готова действовать. Собственно, мы всё это видим в сегодняшней встрече. Но тот момент был примечательным тайм-аутом, когда и Гризис говорил ту схему, которую он хочет увидеть на площадке, и насколько игроки общались и поддерживали своего тренера. И всё это вылилось в решающий мяч. Ну, видно, что атмосфера в команде хорошая. Приятно будет поболеть и понаблюдать за этой командой на чемпионате. Да, сейчас удивилась немножко Катарина Фильтр. Она, видимо, на длину своих рук понадеялась. Но всё равно вот с таким переводом бросок сделанный оказался для неё недостижимым. А вот это сейф, чуть ранее случившийся у Катарины Фильтр. Ну, и реакция чешской скамейки. Это уже дело десятое. До шести мячей, казалось бы, сокращается преимущество команды Германии. Но никакой вообще паники. Спокойная и уверенная в себе. Петра Кудлочкова, конечно, настоящий боец. Она не оставляет попыток взбодрить свою команду. За французский Дижон, неплохую национальную, за неплохую клубную команду из чемпионата Франции она выступает. Но сегодня она, по сути дела, один в поле в этом своём полукруге жёлтым воин. Марлен Капф. Ой, Кальф, извините. Она была, да. Цапф, Кальф. Ну, в общем, вы всё поняли. Снова немки, кстати, немножко притормозили темп. Они используют уже быстрые переходы, понимая, что они у них хорошо получаются. Но в втором тайме, Артём обратил внимание, снова пытается через линию доиграть, нащупать какие-то связи из своей позиционной атаки, чтобы понимать тоже, как могут действовать в ней. Но это всё игра наперёд. А об этом мы уже сказали. На перспективу думает и размышляет здесь, прямо непосредственно на площадке сборной Германии. Ну, почему же, вот хочется спросить вас, как оборонительный специалист, Надежда Константиновна, почему же они всю игру вплоть вот до этой 55-й минуты лезут в центр и утыкаются в блок? Ну, что, они не понимают, что происходит? Вот, вот этого. Это зачем? Ну, здесь очень важно, конечно, точечное вообще наставление тренера. Я поэтому несколько раз уже, да, обратилась к персоне именно тренера, потому что игрок, конечно, делает привычные для него схемы в игре. И это всегда отличает игрока в стрессовой ситуации. Но здесь, конечно, очень важно с трезвой головой, чтобы тренер подсказал, вплоть до того, в какое место набегать. Это было бы очень важно и полезно для игроков. Но пока мы видим, что сборная Чехии таких наставлений не получает. Ну, а здесь снова Петра Кудлочкова боролась. Первый сейф был за ней, но есть такое выражение тоже в гонболе, Артем, я думаю, ты его тоже не раз слышал, что везет тому, кто везет. И здесь на подборе сразу мяч сборной Германии. Достается. Ну, а сборная Германии говорили мы о том, что сил им хватит для такой активной игры и на второй тайм. И здесь уже 56-я минута игры. Они также активно, спокойно отрываются. Вот шестиметровые отметки. Не прижимаются к ней, дабы экономить силу, а спокойно могут варьировать свою игру. И сразу на 9 метрах оказывается 4 игрока защиты. Снова активно защищает, заставляют они Чешка ошибаться. Метра Кудлочкова снова в порядке, снова молодец. Меньше 4 минут играть. Слушай, я включил. Я, видимо, что-то повредил там, нет? Ну, и чешская атака. Чешская атака, которая опять ни к чему не приводит. Да. Пусть и была иллюзия какой-то погони, ее не случилось. Алина Гризельс уверенным броском втыкает мяч в Тарафлекс. Лишний раз подчеркивает всю уверенность, с которой сборная Германии провела сегодняшний матч. По большому счету, с первой до последней минуты. Потому что ничейным счет держался только на 10-минутном стартовом отрезке. 4-4. Ну, а дальше только в одну сторону дул ветер в этом матче. Хоть и был неплохой отрезок игры в исполнении сборной Чехии, где-то вот с 12-13 минуты до второго тайма. Минут 10-15 смогли чешки постражаться и действительно там где-то чуть полегче и побыстрее сыграть. Но при этом всего 20 мячей забито ими до 58-й минуте. Ну и еще очередная атака, которая встречена очень активными действиями защитников. Мне кажется, по пальцам, да, Артем, можно пересчитать какие-то свободные броски в исполнении чешек. Каждый бросок был встречен блоком или выходом активной игрока защиты. И еще один бросок и встречает на 10-ти метрах Майки Шмельцер, как бьющего игрока. Ну так это же удивительно, что вот они играют до 60-й минуты, встречая столь активно и так высоко. Да, и еще так, на всякий случай, на сдачу Марлин Кальф добивает соперника. В непростой ситуации, на самом деле, оказавшись. Никогда у нее там какого-то шикарного высокого прыжка не было. Ну, она и в этой ситуации все равно уверенно разобралась. 29-20. Меньше двух минут играть. Хотелось бы, я такую робкую надежду выскажу, чтобы второй матч этой группы, который тоже обязательно смотрите на матч-игре, потому что у нас огонь ручного мяча Чемпионата мира только начинает разгораться. Буквально в ежедневном режиме. На матч-игра и на, надеемся, впоследствии матч-ТВ. Мы будем видеть регулярно матчи с участием сборной России лучших представителей мирового гандбола. Да, вот, пожалуйста, выпустили и совсем уж отсидевшегося в окопах, собственно, дебютанта Лиза Антель. На самых последних секундах игры вышла. 21 год. Еще один представитель команды Букст и Худе. Мы в этом плане представляли Катарину Фильтр, галкипера. Они одноклубницы. Ну и последняя минута. 30-20. Колоссальное превосходство команды Германии. Вот, честно говоря, по визуальному впечатлению, кажется, что они должны были выиграть даже больше, чем 10 мячей, но позволяют, скажем так, периодически забивать соперницу. В данном случае мы увидели, как отличилась Михаэла Голанова. 75-й номер команды Чехии. Да, мы уже подводим итог, собственно, этой так и не разгоревшейся игры. Точнее, она разгорелась и полыхала только с одной немецкой стороны. Вот и смотрите, вот все поиграли. Все свои эмоции забрали с этой площадки. И даже те, кто, казалось бы, непричастны в эпизодических ролях, они все равно свои 5 копеек вставили. Вот, пожалуйста. Лиза Антель один гол забила, пенальти заработала. Ну и уже после окончания игрового времени одна из самых опытных, Марлин Кальф, приговаривает результат к окончательной отметке. 31-21. Немецкая команда имеет все основания ликовать сегодня, но не до утра. Не до утра, потому что впереди еще матчи группового этапа. И впереди важнейшая игра, конечно же, с командой Венгрии, но это будет в заключительном туре. Ну, а перед этим во втором туре немки сыграют со словачками. Так вот, Венгрия и Словакия – это следующая вывеска игрового дня. В группе Е обязательно смотрите. Коллега Сергей Наумов для вас будет работать. Между прочим, мастер слова очень сильный. Тем временем в параллельных группах Бразилия обыгрывает Хорватию. Неожиданно уверенно. Ну и понятно, что Австрия...